Дамы и господа, мы можем отправиться или в овертайм, если забьют игроки Енисея со средней. Ксэвьер Рейтон Мэйс, 5 секунд и за дуги! Ксэвьер Рейтон Мэйс! Ксэвьер Рейтон Мэйс, главная звезда Единой Лиги ВТБ, прямо сейчас канадец набирает почти по 30 очков за матч, забивает невероятные мячи, а соперники ломают голову и не могут с ним справиться. Защитник дал первое интервью в России и тележурналу Вид Сверху, а мы постарались узнать, кто же все-таки этот парень. Чтобы оказаться в своем нынешнем положении, этот парень упорно работал над собой на протяжении очень долгого времени. Знаете, для того, чтобы игрок вроде меня расцвел, требуется отличная команда и тренер. С тех пор, как я приехал сюда, тренер создал все условия для того, чтобы я пришел к успеху. Он дал мне свободу быть самим собой. Так что все, что вы сейчас видите, плоды свободы, которую предоставил мне тренер. У нас с ним взаимопонимание в этом вопросе. Я помогаю команде выиграть, если у меня есть возможность быть собой на площадке. Как я уже сказал, я очень много работал, чтобы оказаться в этой позиции, час за часом, много дней подряд. Сложные мечи с сопротивлением, которые я сейчас забиваю, плоды тренировок. Я над ними работал день за днем. В играх мне легко бросать. Если вы спросите тренеров и партнеров по команде о моей рутине, они подтвердят, что я отрабатываю все это ежедневно, чтобы потом в матчах с сильными соперниками попадать эти броски. Думаю, большинство людей, которые видят эти сложные попадания, думают, что это нечто невероятное. Но для меня это норма. Так что вы видите только конечный продукт. А за кадром осталось очень много пота, крови и слез. Наконец-то я оказался в ситуации, когда тренер говорит мне выходить на паркет и быть собой. И эта возможность быть собой помогает нам выигрывать. Я ему очень за это благодарен. Ксавьер родом из Канады, страны, которая славится в первую очередь хоккеем. Но последний чемпионат мира по баскетболу доказал, что этот вид спорта в стране развит не хуже. А мечта Реттана Мейса — выйти на паркет в форме сборной на Олимпийских играх в Париже. Да, многие думают, что в Канаде играют только в хоккей. Но баскетбол там развивается уже очень давно. Посмотрите, канадские игроки — вторые по численности в НБА после американцев. Сейчас мы на подъеме. Думаю, сборная Канады делает шаги в правильном направлении. Нам есть куда расти, есть над чем работать. Мне кажется, состав сборной Канады формируется не вполне разумно. Тут не обходится без политики. И я думаю, что если мы хотим занимать самые высокие места, эту систему придется менять. При всем уважении к Сербии, Германии и прочим элитным баскетбольным странам, США и Канада должны быть на вершине. Наше место в лидерах. Надеюсь, в сборной произойдут необходимые изменения, и мы займем таки место, которого заслуживаем. Второе, первое место в мире. Ксевьер успел поиграть в Турции, Румынии, Греции и даже Австралии. Но уже через пару месяцев в России, говорит, что именно здесь чувствует себя комфортнее всего. Честно говоря, жизнь профессионального баскетболиста – это просто мечта. Зарабатывать тем, что любишь, еще и путешествовать по миру – нет ничего лучше. Я прошел долгий путь, у меня были взлеты и падения, и я часто задавался вопросом, действительно ли эта жизнь по мне. Но благодаря своему фундаменту, моей жене, моей семье, мне удалось устоять. Забавно, но когда вы спросили, где мне было комфортнее всего, я сразу подумал, что здесь, в России. И это не потому, что я сейчас играю в Единой Лиге ВТБ. Просто в России вы видите лучшую версию меня. Парня, который всю свою жизнь работал ради этого момента, который был готов стать лидером и приносить результат команде против Енисея. Сейчас я смотрю в таблицу, вижу, что мы идем на четвертом месте, и кажется, это нетипичная для клуба ситуация. Не знаю, когда такое было в последний раз. Мы сражаемся с лучшими командами, могли выиграть «Зенит» в Санкт-Петербурге. И меня это очень радует. Это та ситуация, в которой я расцветаю. У меня отличное отношение с одноклубниками. Думаю, что мы с Джерема и Мартином являемся одной из лучших парозащитников Единой Лиги ВТБ. Мне здесь комфортно, я счастлив там, где сейчас нахожусь. Переезжать в Россию было совсем не страшно. Я общался с друзьями, знал, что здесь безопасно. Много ли я знал о России до переезда? На самом деле, не слишком. Дружу с Винсом Хантером, который играет в «Зените», Каспером Уэйром из ЦСКА. До этого тут выступал Майк Джеймс, я следил за его игрой в составе ЦСКА. Знал, что это лига высокого уровня, лига, которую знают во всем мире. Было ли мне страшно? Нет. Был ли я взволнован в преддверии возможности поиграть в таком турнире? Да, безусловно. Все мои ожидания оправдались, вплоть до освещения матчей в СМИ и того факта, что мои родные могут зайти на сайт Лиги и посмотреть каждый матч с моим участием. Оцененный другими момент, за который я очень благодарен. Особенно приятно нам, легионерам, близким которых не приходится проходить квесты, прежде чем посмотреть игру. Так что мне все нравится, все здесь на высоком уровне. Как я уже сказал, здесь мне максимально комфортно. Яркая игра на паркете не только результат работы на тренировках. У Ратана Мейса есть ритуалы, которые помогают ему быть лучшим снайпером Единой Лиги ВТБ и влюблять в себя красноярских болельщиков. У меня несколько ритуалов. Перед матчами я медитирую, но не перед выездными, потому что там мы едем на игру вместе с командой. За несколько часов до домашних матчей я сажусь на трибуне, закрываю глаза и начинаю визуализировать. Я представляю в точности, как будет складываться игра, как я буду забивать, откуда я буду это делать. Так что потом в игре мне проще, ведь все эти броски я уже видел и уже забил. Если говорить о других ритуалах, то я всегда одинаково тренирую бросок. Моя рутина не меняется день от дня. Я прихожу в зал за полтора часа до тренировки. Тренер Сергей Васильев, наверное, меня ненавидит, потому что каждый день я пишу ему, ну что, идем сегодня пораньше, и каждый день он занимается со мной в зале, подбирает и подает мне мячи. И в этот момент на арене только я и он, может, еще кто-то из персонала. И я не пропускаю ни одного дня. Такая рутина, такая подготовка делает меня таким, какой я есть, держит меня приземленным. Позволяет выходить на площадку и чувствует, что я делал все это уже тысячи раз. Благодаря работе над собой я вышел на пик своих возможностей, и это здорово. Каспер Уэр тоже начинал свой путь в России именно в Енисея. А после одного из матчей против ЦСКА просто улетел вместе с командой в Москву. И теперь является одной из главных звезд армейцев. Мы с Каспером подружились уже очень давно. Он живет в Лос-Анджелесе, там же я провожу каждое лето. Каспер — это еще один игрок, на которого я равняюсь, мы часто с ним разговариваем. Он играл за Енисея, откуда перебрался в ЦСКА на отличную зарплату. Было здорово наблюдать за ним, учитывая, что он тоже играл в Австралии. Так что наши пути во многом схожи. Всегда приятно иметь в друзьях человека, который знает, что к чему, с которым можно поговорить и на которого можно положиться. Могу ли я повторить его путь? Так далеко в будущее я заглядывать не умею. И вам придется обсудить это с тренером Йовицей Арсичем. Я это комментировать не буду. Но игрокам нужно расти на протяжении всей карьеры. Пойду ли я таким путем? Не знаю. Но то, что я продолжу делать, помогать моей команде выигрывать матчи. Выступления в НБА и Европе научили меня одному — побеждай. И тогда не придется беспокоиться больше ни о чем. Так что это моя единственная цель — выиграть как можно больше матчей. А куда меня это приведет, увидим в тот день, когда это случится. Как я уже говорил, я не заглядываю в будущее. Но точно знаю одно — всегда продолжу подниматься вверх, расти над собой. Но я бесконечно благодарен Генесею. Хочу продолжить побеждать с командой и своими парнями, творить историю. Есть у Ксавьера и игрок, на которого он равняется, и путь, которого точно хочет повторить. И это не друг Каспер Уэйр. Но этот баскетболист тоже связан с единой лигой ВТБ. На кого я равняюсь? Майк Джеймс и Шаббас Напьер. Мой игровой стиль схож с ними. Особенно с Майком. Мы оба результативные атакующие защитники, которые могут уверенно разыгрывать мяч. Он лучший игрок Европы на данный момент. Мы не друзья, но знаем друг друга. Еще раз повторю, он лучший, и это с ростом 185 сантиметров. Я, как и он, умею забивать, пасовать. Контракт Майка с Монакой истекает, и я думаю, что за ним будут охотиться крупнейшие клубы континента. И я равняюсь на это, и хочу того же стать однажды тем защитником, подписать которого мечтает каждая команда. Я постепенно иду к этой цели. Майк уже давно играет в Евролиге, он выступал за ЦСКА. Естественно, я не сравниваю нас в плане достижений или результативности на высоком уровне. Думаю, он скоро станет самым результативным игроком в истории Евролиги. Но если сравнивать нас как игроков, то я тоже умею забивать. Я выше ростом и защищаюсь на элитном уровне. Поэтому я думаю, что потенциально я могу оказывать такое же влияние на команды, которые оказывает Майк. Я много работал над собой, чтобы говорить такое и рассчитывать на такое. Надеюсь, что продолжу хорошо играть на высоком уровне, и однажды это станет реальностью. На меня большое влияние оказал мой тренер в колледже. Его слова «уважение» — это универсальная валюта. В каждом матче, в котором я выхожу на паркет, я уважаю всех игроков соперника, потому что знаю, насколько усердно они работают. Это их работа, так они кормят семьи. Говорили я также комплиментарно обо всех других, кроме Майка Джеймса? Нет. Я очень его уважаю. Он приехал в Европу и построил невероятную карьеру, ведет отличную жизнь. И это можно только уважать и этим восхищаться. Мне 29 лет, я выхожу на свой пик, и хочу попробовать повторить его путь. Так что Майка я очень уважаю, он проторил эту дорожку для всех нас. Майк, Шабас, другие парни, у которых не получилось в НБА, но они нашли себя здесь. Если завтра я буду играть против Майка, я ничего из этого ему не скажу. Я попытаюсь его уничтожить. Он будет стремиться сделать то же самое. В этом и выражается максимальное уважение. Мы оба заточены на то, чтобы идти до конца. Во мне настолько силен соревновательный дух, что иногда это идет мне во вред. Я не умею его отключать. Думаю, именно это и делает меня и его особенными. Мне нравится следить за такими баскетболистами, потому что я думаю в таком ключе. Если Майклу это удалось в Европе, удастся и мне. В матче против Пармы Рэттон Мейс набрал 42 очка и занял третье место в списке игроков, которые набирали 40 и более очков в одном матче. Возможно, ему бы покорился рекорд лиги, если бы он знал о нем. Да, я немного из-за этого расстроился, потому что никто мне об этом не сказал. Забавно, в третьей четверти я пошел в проход, на мне сфалили, и я упал на копчик. Ударился довольно сильно, попросил тренера меня заменить, ушел с площадки за минуту с чем-то до сирены. А на тот момент у меня было, кажется, 36 очков. Потом я вернулся на паркет за 4 минуты до конца матча. В итоге я набрал 42. А после матча я увидел сообщения, в которых мне писали, что рекорд всей лиги 49. На следующий день я пришел на тренировку и возмущался, почему никто меня не предупредил. Но тренер меня успокоил, сказав, что у нас впереди еще много матчей, и у меня еще будет возможность побить этот рекорд. И я начал хохотать, потому что в этом весь тренер. Это был крутой матч, моя жена на него специально из Австралии прилетела, так что я должен был устроить для нее шоу. Я не ставлю себе цель набрать 50 очков за матч, но я набрал такой ход, что точно могу это сделать. Зависит от конкретного матча и того, как он будет складываться. Очевидно, сейчас меня уже держат плотнее, соперники часто сдваиваются, пытаются выключить меня из игры. Против «Зенита» так было, у них был хороший план по тому, как меня остановить. У них очень сильный тренер, настоящий сверхразум. Забавная история, во время матча на меня начал выходить их центровой. В таймауте я предложил, как выйти из этого положения. Мне бы давал заслон наш четвертый номер, и мы получали бы возможность бросить открытую трешку, если бы на мне снова сдвоились. Я посмотрел в сторону их скамейки и понял, что Хави Паскуаль предвидел это и тоже внес коррективы в расстановку. Я всегда стараюсь думать о нескольких комбинациях во время атаки, как действовать в отдельный момент времени, исходя из защиты соперника, как забить и быть эффективным. И я люблю встречаться с игроками и тренерами, которые мыслят так же. Поэтому, когда тренер Паскуаль внес те коррективы, я подумал, что это круто. Это круто изменение. Беленков ставит ему заслон. Еще один заслон от Попкинса. Ксевьер. Ксевьер Рейтон Мейс. Вы точно запомните этого парня.